Мастер Любомир Борода Мастер Любомир Борода Если взять мое увлечение славянской традицией, я прикинул, что браслет это в принципе как раз та самая тема, потому что у нас у предков славян в обиходе, в обережной практике всегда были наузы. Это узлы, в которые нашептывались некие заговоры и которые давало друг другу возлюбленное суженому, мать сыну и так далее. Всегда с собой подвязывались мешочки, подвязывались травки. Ну а так как мы живем в современном мире, я решил практику наузов именно использовать в новой тенденции в паракорде. Плюс, почитав про паракорд, я понял, что эта тема пошла от военных, давно используется и достаточно успешно. Я увидел то, что многие военные в наше время носят такие браслеты, они несут тактическую функцию очень хорошую, смотрятся достаточно неплохо, ну и плюсы я вкладываю туда свою душу. Поэтому я посмотрел несколько роликов в ютубе, почитал, где взять паракорд, сходили мы с моей женой по хозяйственным магазинам, купили несколько бельевых веревок. Я понял, что это не является паракордом, изучил немножечко рынок, купил себе настоящие образцы паракорда американского и, собственно, первым моим браслетом как раз был браслет, который я спылил другу. И этот браслет мой друг спустя год носит до сих пор, он прошел с ним очень многое в зоне АТО и никогда с ним не расстается. А ты сказал, что ты используешь американский паракорд. Расскажи, какие материалы используешь, какие производители паракорда, чем он отличается? Ну, вопрос понятен. Собственно, первым делом, да, коммерческий паракорд производства США. Почему США? Если мы возьмем паракорд китайский, которого очень много на отечественном рынке, он, ну, если вы держите в руках паракорд американский, держите в руках паракорд китайский, вы сразу увидите разницу. Многие, ну, как бы считают, что эта разница небольшая. Для меня это некий тусклый свет, хлипкость паракорда китайского. Я не испытатель, я не испытываю его на заявленный разрыв, но учитывая то, как американцы подходят к качеству, я им верю и считаю, что вот 250 килограмм на разрыв американский паракорд потянет, а насчет китайского я не уверен. Ну, и внешний вид для меня очень много значит. И плюс, когда Китай делает что-то брендовое, это всегда достаточно уважаемо. Когда Китай делает подделку, это и есть подделка, это далеко ходить не надо, есть куча примеров, когда Китай себя не оправдывает. И, соответственно, занявшись плетением, я решил пойти более солидным путем и сразу использую в своих изделиях качественный паракорд производства США. Паракорд США. Есть несколько производителей. Я выбрал для себя Эдвуд Роб, Элвуд и Франклин. Это три производителя паракорда, с которыми мне удобно работать. Я не могу сказать, какой из них лучше, какой хуже, потому что каждый из них интересен по-своему. Если у Эдвуда мы видим очень большую цветовую палитру и некую жестковатую пластичность паракорда, то у Франклина мы найдем более круглый, более эластичный, плотный паракорд. Если мы берем Элвуд, он несколько мягче того же Франклина, но не такой жесткий и не такой цветастый, как этот. То есть, когда вы начинаете плести, когда вы пробуете все эти образцы паракордов разного производителя, вы понимаете, в какое плетение какой паракорд лучше положить. В каком браслете паракорда данного цвета будет смотреться лучше, какого паракорда лучше взять по метражу, потому что если мы берем 3 метра Эдвуда и 3 метра Франклина и наблюдаем его в какую-нибудь дабл-кобру, то расход паракорда будет разный, потому что Эдвуд ужмется намного больше, чем это сделает не такой податливый Франклин. Так же я работаю с микрокордом. Микрокорд, он тоже производство США и в принципе это то, с чем я работаю, это в основном всегда Эдвуд РОП. Микрокордом я декорирую свои изделия, другой микрокорд я не пробовал, поэтому сказать ничего не могу. И в своих изделиях я использую еще паракорд украинского производителя Guardian паракорда, о котором тоже не могу сказать ничего плохого, но как для меня обойтись только украинским паракордом я не могу. Также в своих изделиях я использую различную фурнитуру, стараюсь, если в начале своего пути творческого я использовал очень много китайских бусин, то сегодня я стараюсь от них отойти и использовать в своих изделиях бусины производства мастеров хендмейда, то есть чтобы люди это тоже делали с душой, это делали качественно и чтобы какая-нибудь застежка или бусина спустя 2-3 месяца не облезла, не обтрепалась и не сделала уже как бы непригодным к своему использованию тот же браслет или темляк. Поэтому в качестве застежек я использую пластиковые фастексы достаточно крепкие, прочные, без запаха, без сколов, которые хорошо защелкиваются. Если мне попадаются фастексы бракованные, я их сразу отсеиваю и не вплетаю в браслеты. Также в качестве застежек железных я использую шаклы из нержавеющей стали. В начале своего творческого пути я сталкивался с шаклами из плавов, вставлял их тоже в изделия, но они себя показали плохо, у них стала слетать резьба, облетать краской. Собственно, мне это тоже неинтересно, неудобно. А вот ты сказал, что ты используешь украинский паракорд в своих изделиях. Что ты о нем можешь рассказать? Что о нем думаешь? Как он себя показывает? Украинский паракорд – это бренд Guardian Paracord. Когда этот бренд только сделал свои первые тестовые образцы, мы с ними связались, подружились, и они прислали мне несколько образцов на пробу. Я вынес свой вердикт, рассказал им все, что я вижу, все, что я о нем думаю. Ну, надеюсь, что производители оценили мою некую и критику, и слова хвалебные, приняли во внимание и стали развиваться дальше. Что сегодня я думаю о Guardian? Это достаточно хороший паракорд, то есть это именно паракорд, потому что многие производители паракордом называют, грубо говоря, белевые веревки, и добиться уровня паракорда и качества паракорда у них не получается. Паракорд же Guardian добился именно названия паракорда. Они прошли тестирование, паракорд у них соответствует сертификатам и требованиям нужным. И Guardian Paracord очень хорош для как раз темы выживания, применения в милитарисфере, в армейском снаряжении. И даже сегодня, я смотрю, уже Guardian пошел на вооружение украинской армии. То есть есть моменты, где вместо ползунков на молнии стоят темлячки с Guardian. Где-то еще они его применяют. Если рассматривать Guardian в плане рукоделия, плетения, для меня он чем-то напоминает как раз американский Franklin. То есть это недостаточно гибкий паракорд, он круглый, плотный, мощный. И изделия из Guardian, они отличаются по своей, наверное, мощности и брутальности, нежели мы возьмем этот какой-нибудь американский, который более изящно выглядит. Потому что не всегда удобно уложить круглый паракорд в плетение, так как он достаточно упругий. Но если мы рассматриваем тему выживания, браслетов выживания, браслетов для армии, то Guardian паракорд в целом себя оправдывает. Если мы рассматриваем тему каких-то декоративных изделий, браслетов для прекрасной половины человечества, то у Guardian паракорда пока не хватает цветовой гаммы. То есть Guardian, начав развиваться, сразу стартанули с цветовой гаммы более армейской. То есть там есть олива, койоты, не помню, есть койоты, вроде да. Черный цвет, собственно, то, что надо для туристов. И если развиваться в том направлении, в котором иду я, то есть большая цветовая гамма, куча различных изделий, то Guardian мне в этом плане не подходит. Если же мы рассматриваем чисто браслеты выживания, быстро воспитаемые браслеты, то Guardian прям отличный. Если рассказать еще о самой деятельности Guardian паракорда, куда они растут, скорее всего, да, это идет больше на тему армии, на тему туризма, потому что они, в отличие от паракорда американского, выпустили несколько серий паракорда своего, в который вставляют труд, чтобы веревку, которой удобно разжигать костер, то есть внутри паракорда всунута уже веревочка, которую вы можете расщепить и с помощью кристалла развести огонь. Очень удобно для выживальщиков. Но неудобно, например, для меня, для изделий, потому что он, ввиду своей структуры, сам вот этот вот труд, он своими волосинками пробивает оболочку паракорда. Если мы посмотрим на паракорда на свет, то мы будем видеть, как торчат эти волоски, как с иголочки. То есть, ну, это удобно носить с собой, удобно это расплести, воспользоваться им на природе, но на руке это будет, ну, их придется все время подпаливать. Вот. Также у них есть модель паракордов, в которой добавлена леска сразу рыболовная. То есть, если американские мы распускаем, берем капроновую нить, привязываем к ней крючок и ловим рыбу, то здесь пошли дальше. Здесь, помимо основных нитей, есть еще и прочно хорошая леска. То есть, вам не надо мудрить, вы распустили и ловите рыбу. Вот. И еще они выпустили паракорд, уж я не помню, который сделан... У меня где-то есть одна страница, я не помню. Добавили что-то еще, сделали определенный метраж и засунули его в непромокаемую упаковку. То есть, это было презентовано 1 сентября, я мельком прочитал, репостнул к себе на страницу, но сейчас вот так вот что-то не вспомню. Собственно, Guardian Paracord – это отличный бренд, украинский, который, я надеюсь, разовьется в нужном русле и, возможно, в будущем мне не придется пользоваться американским паракордом. Прошел год, как ты планируешь развиваться дальше? Есть ли какие-то работы, которыми ты гордишься по-настоящему, которые тебе очень нравятся, и есть ли такие, которые не нравятся тебе? Ну, как бы о гордости говорить, мне кажется, еще рано. По поводу того, есть ли такие, которые мне не нравятся, я очень критично отношусь к своим изделиям, и мне зачастую не нравится намного больше, чем что-то нравится. И я иногда по нескольку раз переделываю модель, забрасываю ее в долгий ящик. Также в мыслях отработано очень много различных вариантов, моделей, которые я также пробовал, делал. Та же моя семья, моя жена говорила, о, какой там классный браслет, а я отбрасывал в сторону, потому что он мне не нравится. Если говорить о том, что за год появилось интересного, что я мог бы отметить, это, наверное, разработанное вместе с киевским мастером-ювелиром Димой Метро ряд застежек. То есть, сегодня вы видели только две из них, это Святослав и Варяг, это вот бусины. Бусины застежки вот такого плана, которая сразу включает в себя отверстие под шакл, ну и является отличным завершением браслета. Это я считаю очень интересной идеей, интересным внедрением в браслеты. В будущем, я надеюсь, ну и есть в мыслях, таких застежек побольше, целыми сериями. Как это пойдет, ну, открывать все тайны не хочется. Какими будут эти застежки, ну, я пока говорить не буду. Также я доволен именно сотрудничеством, именно тандемом с этим мастером-ювелиром Дмитрием, который делает для меня, ну, начал делать бусины темлячные. Вот. И в дальнейшем я очень бы хотел заменить всю фурнитуру, которую я покупаю, на фурнитуру ручной работы Дмитрия. Потому что, ну, этот тандем, это стопроцентный хендмейт. Нет ни единого, ну, нет двух браслетов, которые были бы одинаковы. Потому что все эти бусины, они отливаются вручную и дорабатываются вручную. Нету двух одинаковых бусин. Это уже уникальность, это инклюзив, это стопроцентный хендмейт. А стопроцентный хендмейт – это то, к чему, собственно, наверное, стремится каждый мастер. Вот. Ну, насчет развиваться дальше, в принципе, да, я считаю, вот, именно, ну, такой путь о развитии верным. Потому что, если взять, ну, пойти тем путем, которым идут многие паракордеры, которых я чаще называю плетунами, это люди, которые просто смотрят видеоуроки в Ютубе и повторяют все браслеты, какие только можно сплести. Ну, мне это неинтересно, я не ставлю такой задачи. Я знаю, что есть такие ролики, я знаю, что есть куча плетений. Какие-то из них, которые мне нравятся, я использую в своих работах. Но 70% того, что плетут, мне не нравится. И, соответственно, ну, мне неинтересно это делать. Вот. Еще в плане развития хочется развить свой интернет-канал. Но пока я работаю над планированием того, каким он будет. Потому что мне не очень хочется писать еще одни такие же статические видеоуроки, которые в интернете пруд-пруди. Ну, как бы делать еще одно, мне кажется, нет смысла. Хочется это чем-то разнообразить, чем. Ну, я пока над этим работаю, я об этом думаю. Вот, собственно, и все. Раз уж мы заговорили о Ютубе, какие каналы у тебя любимые? Есть, наверное, какие-то мастера, в которых ты смотришь? Видео, по которым ты учился? Можешь кого-то порекомендовать? Ну, наверное, если говорить о мастерах-прокордерах, то в первую очередь стоит отметить Джей Ди Лэнсона. Это человек, создатель нескольких учебников по плетению, создатель огромного портала о паракорде и создатель самого, наверное, крупнейшего Ютуб-канала. Ссылки на канал я дам в этом ролике. Также, ну, это человек, которого невозможно не заметить. То есть, человек живет с паракордом в руке, и где бы он ни находился, в каком бы транспорте он ни ехал, на какой бы лавочке в парке он ни сидел, он все время что-то плетет. Вы думаете, то есть, это именно человек, который разрабатывает узлы. Мастер узлов, мастер паракорда. Он не делает какие-то изящные, декорированные изделия. Он плетет только из паракорда, без всяких фастексов, застежек, фурнитуры. Все на узлах, все примитивно, но все достаточно круто. Просто это огромная кладезь различных плетений и творений из паракорда. Также, конечно, я не могу обойти вниманием Шторм Драйна. Это Дэвид Хоппер, который занимается как раз декорированием, которое мне нравится, мелкими деталями. Он обрабатывает, дорабатывает, так сказать, свои плетения, бусины различными плетениями из микрокорда. То есть, посмотрев его канал, его сайт, вы поймете, о чем я говорю. Это бородатый, лысый мужик в солнечных очках, очень крутой и прям вот то, что надо. Еще меня очень вдохновляет на работе американца с ником Парадайм. Это человек, который как раз не балует нас всеразличными плетениями, но это человек, который работает в тандеме с крутейшими ювелирами и как раз декорирует свои браслеты крутыми застежками и крутыми бусинами. То есть, направление, в котором работает этот человек, близко к направлению, в котором, в принципе, двигаюсь я. И даже очень часто мне бросают в личку работы Парадайма и спрашивают, чувак, а ты такие делаешь, а можешь ли ты такое сделать или там, например, повторить. Но эти люди не видят реальную цену работы Парадайма, у которого браслеты, даже вот такой обычный браслет безумного Макса у Парадайма стоит 50 долларов. Если мы будем говорить о чем-то более крутом и с бусинами, ну, там ценник, да, 120, 130, 175, 200 баксов и так далее. Это не весь список людей, каналов, которыми я вдохновляюсь, но раз я отметил троих, значит, эти трое более запали мне в душу. На самом деле, ну, по запросу паракорд, темляк, браслет из паракорда, survival браслет, вы найдете кучу каналов, очень интересных, с различными плетениями, доработками и прочим-прочим-прочим. Кстати, есть еще белорус Макс Сокулевич, у которого очень крутой канал, и когда я начинал, я даже посматривал его ролики. То есть, там все просто, там человек занимается охотой, рыбалкой, выживанием, и в домашних условиях плетет браслеты, как раз не декорированные различными бусинами, и не модные браслеты, которые делаю я, а именно браслеты выживания. Вот его канал рекомендую как раз любителям туризма, путешествий, охоты и рыбалки. Я знаю, недавно ты презентовал джиг. Расскажи, пожалуйста, что это за штука, для чего она нужна, как ей пользоваться? Собственно, что такое джиг? Джиг – это приспособление, станок. Станок для плетения. Разновидностей джигов очень много, и, собственно, каждый, наверное, мастер делает его сам, собственноручно, для себя, по своим запросам, ну, собственно, как ему будет удобно. Также есть несколько контор, которые эти джиги выпускают. Ну, я знаю, конторы американские, которые выпускают тоже разной длины, под разные способы, разной комфортности, степени и, собственно, разной цены. Вот. Я сделал вот джиг такого плана. Мне помогал в его изготовлении мой тесть. И, собственно, для чего он нужен. Это очень удобная штука, на которой мы можем плести браслеты. Как считаю я, плести браслет на руках – это круто, это по-выживальчески, но это не очень удобно. И даже в плане качества плетения, это уступает плетению на доске. Потому что доска, она помогает нам натянуть паракорд и, как выступает в роли двух дополнительных рук. То есть, с ее помощью мы можем растянуть паракорд, основу под браслет и, зажав ее в коленках, облокотив на стол, либо положив на стол, спокойненько, не напрягаясь, плести. Аккуратненько подтягивать узелки, померить моменты недотяжек или перетяжек. Можно даже, грубо говоря, просто ставить линейку и по ней смотреть, насколько ровно мы проплели каждый борт браслета. Ну и благодаря такому станку наши браслеты создаются более изящными, четкими. Стежок к стежку, без различных выступов, недотяжек, перетяжек. Все ровненько, аккуратненько. То есть, здесь у нас есть основа, которая держит, и мы можем спокойно наблюдать, подтянуть, ну и, собственно, отвлечься, чего трудно сделать, когда ты плетешь на коленках. Также со станком очень удобно делать замеры. Если в случае плетения на коленке нам постоянно надо вот это вот посмотреть на руке, там, ага, примерно заметить, вот это положить на стол, где-то там подзагнуть. И мы часто таким образом уже сбываемся с определенного размера. Здесь же вы поставили, закрепили, написали, подчеркнули, сделали метку, все, он никуда не сбился, и вы по одной метке можете сделать 10, 20, 30 браслетов, если у вас есть какой-то оптовый заказчик. Вы можете создать свою размерную линейку, свой размерный ряд, сделать размеры там S, M, L, XL и прочее. У вас будет свой стандарт, с которого вы никогда не выбьетесь. Вы можете сделать сегодня 20 M, через 2 месяца 30 L, а потом вернуться через полгода и опять повторить эти 20 M, чего очень трудно вспомнить, как же я это делал на коленке. Вот в данном станке есть крутящиеся башни, которые, ну, этот предназначен для трех видов плетения различных, и также есть три пустых поля для добавления крепежей на какие-то плетения, которые понадобятся мастеру еще. Также тут существует линейка, по которой каждый мастер опять же под себя потом делает риски, какие-то отметки, как ему удобно работать. То есть это готовая, так сказать, заготовка для нового мастера. Что он в нее воплотит, как он ее доработает, вот это и будет его личным инструментом. А теперь вопрос о самом главном, о заказчиках. Кто все эти люди? Ой, заказчики на самом деле люди всякие разные. И тети, и дяди, и мальчики, и девочки. Если говорить в процентном соотношении, то, конечно, преобладает, наверное, процент людей, связанных с армией и людей, связанных с туризмом. Очень много заказчиков – это девушки, которые дарят браслеты своим парням в армию. Много заказчиков, брутальных мужиков, которые как раз непосредственно связаны с туризмом, путешествиями, военными действиями. Также есть модники различные, хипстеры, которым интересны именно мои работы, уже декорированные и такие в современном моем стиле. Потому что сегодня, как мне кажется, браслет выживания – это не просто аксессуар, который обязательно спасет вас в тяжелой ситуации. Это, скорее всего, символ готовности, готовности к непредвиденности, готовности к чему-то такому, чего не случается каждый день. То есть, одевая браслет из паракорда, человек заявляет миру, что он готов к трудностям, он готов выдержать препятствия. Это примерно то же самое, что каждый день носить на кармане нож, и если ты вышел вынести мусорное ведро, и ножа не оказалось, то ты не пойдешь дальше до контейнера, а вернешься за ним домой. То же самое с браслетом из паракорда. Человек, носящий этот браслет, браслет добавляет ему некой брутальности, мужественности и романтизма. И я не думаю, что каждый браслет кого-то спасает. Ты ведь работаешь не только с частными клиентами, ты сотрудничаешь с несколькими брендами. Можешь об этом рассказать? Да, конечно. Я очень полотворно работаю с украинским брендом агрессивной молодежной одежды «Свастон», которому изготавливают темляки, различные браслеты. Также бренд «Свастон» распространяет свои изделия на сеть торговых магазинов «Милитарист», которая как раз работает на страйкбол, армию туристов, выживающих, путешественников. Мне очень нравится, очень приятно работать с этими людьми, потому что именно бренд «Свастон» это бренд, поддерживающий добровольческие формирования. То есть мои изделия для «Свастон» уходят как раз по адресу, и их носят достойные люди. Также я работаю со славянским брендом «Белояр». Это мои друзья, я очень горжусь, то, что я знаю этих людей, то, что я с ними дружусь. Мне очень нравится, как развивается бренд. Это бренд, благодаря которому в современном мире, в нынешних тенденциях этого повального мракобесия, бренд, который сохраняет традиционные славянские корни и длит традицию предков. Для бренда «Белояр» я разрабатывал темляки, которыми дополнены шорты и штаны. Также в планах есть дальнейшее сотрудничество с брендом, но это уже пока коммерческая тайна. Ты уже упомянул торговую сеть «Милитарист», в которой можно купить твои браслеты под брендом «Свастон». Где еще можно приобрести твои браслеты? Браслеты под брендом «Свастон» можно приобрести в магазинах, которые торгуют продукцией «Свастон». Собственно, да, это торговая сеть «Милитарист», это магазин «Мясо», это магазин «Урбанист». Не знаю, дошли до них мои изделия или нет, но они – это киевские магазины, в которых, в принципе, мои изделия под брендом «Свастон» должны появиться. Если рассматривать мои изделия не под брендом «Свастон», а просто как изделия «Любомера Бороды», то такого сотрудничества плодотворного нет ни с одним магазином. Единственное, это магазин в России «Брянский Берлога», который делали у меня две закупки браслетов «Волонтер» и таких хипстерских браслетиков с якорьками. Какую-то часть «Темляков», ну, они давно у меня ничего не заказывали, и я не знаю, есть они там или нет. И ростовский магазин «Вышегор» тоже делал одну небольшую закупку, так что я не знаю, что там есть. Вот. А как купить мои изделия? Ну, опять же, если вы хотите изделия серийные, то это торговая площадка «Свастон». Если вы хотите купить изделия именно «Любомера Бороды» ручные, моей ручной работы и работы под заказ, то, соответственно, это можно купить только у меня. Я сделаю именно под вашу руку, под ваш размер, выслушаю все ваши пожелания и все это воплощу в браслет. Собственно, вышлю вам. Работаю я со всеми странами. Почта пока работает и отправляет куда угодно, кроме Крыма. Заказчики есть по всей Европе. Американцы есть довольные, которые пользуются и моими как изделиями, так и станками. Джиги уходят в Америку, уходят в Германию. Тамошние плетуны очень радостно выкладывают в Инстаграм свои работы, плетеные на моих станках. Так что, собственно, пишите, обращайтесь. Сейчас браслеты выживания – очень модная тема, и все больше людей увлекается плетением. Может, ты можешь дать какие-то напутствия начинающим мастерам? С чего им начать? Ну, в первую очередь, хотелось бы обратиться как раз ко всем этим начинающим мастерам и попросить вас задать самим себе вопрос, для чего вы хотите заняться плетением. Если вы собираетесь заняться этим сугубо в своих целях и плести для себя и для своих друзей, то советую вам просто купить паракорды, посмотреть обучающие ролики в интернете, наплести браслеты себе и наплести браслеты друзьям. В этом нет ничего сложного. Если вы собираетесь заниматься плетением на коммерческой основе и развиваться как производитель, то мой первый совет, начните с оценки того, что вы можете сделать интересного, что вы можете показать этому миру и чем вы можете удивить потребителя. Потому что очень многие как раз на первом шаге ошибаются. Первый вопрос, который мне пишут многие, они пишут, что я хочу заняться браслетами из паракорда, плетением и поставить это дело на поток, чтобы зарабатывать деньги, создать тебе конкуренцию. Скажи, где ты покупаешь такой-то паракорд и всю фурнитуру, например. Ну, соответственно, человек, который еще даже не знает, где купить паракорд и фурнитуру, но уже хочет поставить на поток и заработать много денег, он ничего не заработает и ничего у него не получится. Потому что, как бы это ни выглядело гладко, это достаточно большой объем работы, достаточно большие затраты. И на сегодняшний день я занимаюсь этим год, я не могу сказать, что я на паракорде заработал. Потому что все заработанное внедряется в закупки того материала, которым мне хочется вас порадовать, в какие-то новые идеи. И мне все время не хватает денег для того, чтобы я мог оснастить себя необходимым материалом для того, чтобы обеспечить запросы клиента. И, соответственно, если рассматривать вопрос плетения как заработка, ну, дайте себе сразу тогда форы 2-3 года. Вот я думаю, что через 2-3 года успешного плетения можно начать собирать какие-то сливки с своего процесса работы. Вот, собственно, и все. Всем огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Вы очень выносливые люди, потому что в нынешнее время люди очень ленивые, и вот они считают, что на все надо потратить не более 2-х минут. Пока. И тебе спасибо большое. Поздравляем тебя с годовщины. И желаем тебе дальнейших успехов. Спасибо. Мне понравились изделия, вот именно браслеты из паракорда. И, блин, я вот их начал хуячить. Ну, я, как, наверное, и многие другие люди, люблю шариться в интернете. Вот. Традиционный вопрос. Расскажи, с чего все началось?